Ситуация с коронавирусной инфекцией, экологией, благоустройством – эти темы были затронуты главой города на большой пресс-конференции, которая состоялась в городской администрации. За два часа Сергей Бердников подвел итоги работы за четыре года, обсудил текущие проблемы, а также наметил планы на будущее. Свой отчет глава города Сергей Бердников начал с экологической повестки. За последние годы этой сфере уделяется большое внимание. В первую очередь руководством Магнитогорского металлургического комбината. Вот пятая глава фабрики, возведение разделительной дамбы, строительство новой коксовой батареи. Все эти факторы значительно повлияли на окружающую среду и повлияют в будущем. Во всяком случае, уже сейчас комплексный индекс загрязнения атмосферы говорит о том, что наш город находится в так называемой зеленой зоне. Даже за год, полгода 19-го, полгода 20-го, около 3-х процентов произошло снижение загрязнения. Да, еще есть куда стремиться, но на сегодня мы уже находимся на верхней границе между зеленой зоной и ее превышением. И те действия, которые предпринимает комбинат, к 2025 году мы точно с вами будем в зеленой зоне. Очередная проблемная тема – демография. В Магнитке наблюдается убыль населения. Этому способствует множество факторов, одна из которых – демографическая яма 90-х. Но есть и позитивные изменения. За 4 года снизилась безработица. Более того, наш город в числе лидеров по размеру зарплат на Урале. Мы за эти годы, включая этот последний наш 20-й трудный год, создали достаточное количество рабочих мест у нас в городе. С достаточно высокой оплатой труда у нас с вами одна из самых высоких средних заработных плат на Урале. Выше, чем Челябинский, выше, чем Челябинская область. Самой проблемной и злободневной темой, которая прозвучала на пресс-конференции, стала эпидемиологическая ситуация. Интернет пестрит фотографиями из городских поликлиник. Огромные очереди на КТ и прием к врачу. Сергей Бердников отметил, что проблемы в этой сфере действительно существуют. Власти области их решают ежедневно. Ситуация сложная, но контролируемая. Ну, не готова к этому вся страна еще раз. Весь мир к этому не готов. И то, что мы имеем, я как сказал, это сегодня одна из лучших практик у нас в стране. В Челябинской области одна из лучших практик сегодня, и конкретно в Магнитогорске, по решению этой проблемы. Она сегодня есть, но мы ее каждый день, поверьте, решаем. У нас сегодня создано столько коечных мест в больницах, сколько это необходимо. И те люди, которые нуждаются, они помещаются в больнице, они там содержатся. Они обеспечены всеми лекарственными средствами и, самое главное, технологиями лечения. Изменения, которые заметил, пожалуй, каждый, объем дорожного строительства. Средства на ремонт магистралей выделяют из местного, регионального и федерального бюджетов. Помимо наведения порядка на основных улицах прокладывают и новые дороги. Уже скоро в Магнитке будут построены несколько дорог-дублеров. Например, можно будет без труда проехать через весь город, не заезжая на центральные магистрали. Город, середина, центр города будет разгружен. Шикарнейшие дороги, которые появятся еще раз, они будут все сегодня освещены. Они сегодня делаются из самого качественного асфальта. Они сегодня будут соответствовать всем нормам и требованиям. Уделяется внимание созданию комфортной среды. Пример тому ремонт драматического театра имени Пушкина. Вот в строй новых садиков и школ. Причем планируется, что открывать эти учебные учреждения будут ежегодно. Для отдыха горожан должны будут продлить набережную реки Урал до цирка. А также построить новый парк в южных районах. И, разумеется, самый масштабный проект последних лет – притяжение. Парк притяжения, который Виктор Филиппович у нас в городе реализует, собственно говоря, вступил в активную фазу. И со следующего года уже начнет у нас появляться вообще уникальное вот это сооружение, парк притяжения, который планируется не только станет излюбленным местом отдыха, но и бизнес-единицей, которая даст экономическое развитие. Павел Берсенев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.